ребята всем привет в сегодняшнем видео я буду делиться рецептом приготовления вот таких вот блинчиков мультиварки redmond на сковороде и не только поделюсь рецептом вот своих начинок которые я добавляю в блинчики поэтому если вам интересно как готовить как замешивать муку как замешивать тесто для таких блинчиков смотрите видео делитесь этим видео ставьте лайки пишите свои комментарии ну и вы узнаете какую начинку я использовала для блинов сколько потребовалось мне всего времени для приготовления этих блинов сколько блинчиков у меня получилось ну что делюсь с вами рецептом приготовления блинчиков на кефире кефир 500 миллилитров встряхиваем открываем крышечку и все это выливается содержимое в мисочку выбирайте себе большую мисочку удобную для замеса там конечно на стенках остается еще кефир поэтому можно добавить туда водичку что я сейчас и сделаю совсем немножечко смотрите сами тоже жалко выбрасывать продукт остается то так дальше добавляю свои блинчики соду смотрите сколько ложечка чайная немножко с горочкой гасить такую соду не нужно потому что попадая в кефир тому же кефир он кислый и уже будет процесс процесс погашения соды беру сахар в обычные блинчики сахара нужно добавлять 4 ложечки а в свои блинчики которые не должны получиться у меня сильно сладкими я добавлю только две столовые ложечки с горочкой все это перемешивается яичко я сюда добавлять не буду все перемешалось соль я не добавляю дальше сколько муки ребята я никогда не взвешиваю специально для того чтобы что-то готовить я делаю это все на глаз но так как для зрителя зритель смотрит же для чего-то туда правильно чтобы получить какой-то рецепт дозировку правильную точно вот смотрите я беру не открытую еще упаковку муки обычная пшеничная мука здесь один килограмм 4 грамма да так и буду я добавлять постепенно а потом в конце замеса я обязательно взвешу и можно будет понять сколько же муки у меня ушло на блинчики друзья я не просеиваю муку я сразу ее добавляю добавляю из пакетика и блинчики хорошие получаются и не только блинчики хорошие получаются и пирожки и хлебушек то есть не нужно обязательно вот прям делать просеивать эту муку это большая работа это неудобно а продукт на выходе получается обычный как с просеянной мукой так и нет я немножко муки добавила перемешала и добавляю сейчас воду тоже буду можно сразу добавлять кефир я просто забыла это сделать сразу здесь у меня полтора литра тоже я на глаз все делаю а для зрителей набрала полтали по полтора литра а потом посчитаю сколько же у меня ушло на замес на замес блинчиков где-то вот так вот опять все это перемешиваю и уже буду добавлять муку дальше перемешивать нужно так чтобы не было никаких комочков так как блинчики будут печься на сковороде и сковорода не будет смазываться подсолнечным маслом я сразу в тесто добавляю его пускай три столовые ложечки у меня будет все это опять перемешивается смотрите как уже тесто наполняется пузыриками то есть сода начинает работать блинчики получаются такие тоже пузырчатые очень вкусные готовить я буду блины на двух сковородках одна сковородка у меня будет от redmond прямо мультиварки redmond я буду готовить и вторая сковородка на плите чтобы было побыстрее потому что стоять жарить долго не хочется замес подошел к концу смотрите какое тесто получается сейчас я покажу сколько муки было расхода вам помните здесь был один килограмм 4 грамма и осталось 256 это значит 750 получилось использовано для вот этого замеса сколько водички мне потребовалось воды я наливала полтора литра и осталось у меня 700 миллилитров вот сколько получилась расход значит сюда вошло у меня в 800 800 миллилитров каким опалу ником я буду наливать в сковору в сковородку тесто вот тоже опалу не чик маленький удобный от мультиварки redmond плита мультиварки поднимается специальными щипчиками устанавливается программа жарко на 15 минут 15 минут проходит мы еще раз включаем еще раз включаем и еще раз включаем это не трудно и в общем то можно так проследить сколько времени уйдет на приготовление этих блинов но я сейчас засеку вот сковородка ручка очень удобная на кнопочку нажимаешь вот так вот вставляешь и можно можно готовить а потом также можно быть удобно это все снимается и все готовится так ну что разогревается эта сковородка и вот у меня еще одна сковородочка маленькая тоже я включаю сейчас печку жду пока сковородки я включила или нету да вроде как то включила заработала все сковородочки у нас разогреваются и я засекаю время сколько же время потребуется для приготовления вот этой огромной миски с блинами будущими так сейчас 12 часов пускай будет 20 минут все засекли тесто уже забульбинилась запузырилась очень хорошо немножко она настоялась постояла вот так вот я перемешиваю сейчас сковородочки нагреются и можно будет жарить блины блины действительно очень удобно так жарить конечно можно было бы достать большую одну сковородку и и на большой сковородке все это жарит но большие блины мне мне не знаю почему-то вы посмотрите потом какие они получаются маленькие аккуратненькие хорошенькие и мне нравится именно вот такие вот и готовить пока миска тяжелая я не могу ее поднять вместо у меня мало и сюда тоже я не могу поставить и я еще и видео делаю поэтому еще меньше места у меня так беру один ополоничек и вот так вот равномерно все это распределяется сейчас вы увидите вот и один ополоник смотрите получился один блинчик великолепно оставляю и смотрю что здесь тоже сковородочка разогрелась опять перемешиваю тесто получившееся поднимаю сковородку и добавляю один ополоник готового теста так у меня там златка кричит требует открыть дверь в зал двери у меня закрытая вот но сейчас наверно пойду я ее запущу чтобы она не кричала мне кажется уже одна сторона приготовилась я засекала на одну сторону где-то уходит минутки две вот смотрите первый блинчик дальше здесь тоже переворачиваю а здесь он еще не подошел на печки разные подожду пока здесь подрумянится и буду переворачивать да на одну сторону где-то уходит две минутки сколько блинов должно получиться я уже не помню сколько у меня получалось то ли 20 блинчиков маленьких то ли 22 но вы увидите в видео видео на выходе сколько блинов получится еще нет они по не подрумянилось но дольше печка разогревается да я забыла достать тарелочку для блинов можно конечно делать блинчики если они сладкие обмазывать сверху сливочным маслом и посыпать сахаром тоже очень вкусно получается но сегодня у меня не такие вот сладкие блины будут хотя их тоже можно взять и помазать вареньем так ну что вот получается о какой блинчик получился сейчас эта печка разогреется тоже очень хорошо быстро будет поджариваться как и здесь здесь уже готовится 2 до как вы видите здесь доходит только первый смотрите какой хорошенький получился он соды соды блинчики тоже получается очень классные очень вкусные и вот поэтому рецепту по дозировке можно очень много блинчиков нажарить на всю семью на большую семью не имею ввиду так ну что переворачиваю друзья я не буду показывать но в общем то вы поняли как жарятся блинчики здесь да я не буду показывать весь процесс и уже впоследствии когда жарко блинов будет закончена я покажу чем я ну что я добавляю в эти блинчики какие они у меня будут чем они у меня будут и как я буду их вот красиво оформлять закручивать или собирать или складывать я еще за вами решили смотрите какая красота получается и эта сковородка уже начала побыстрее готовить разогрелась постепенно видите какая красота получается у я готовлю дальше